Традиционно принято считать, что графика в играх далеко не самое главное. Что ж, может быть это действительно и так, геймплей все-таки должен быть на первом месте. Тем не менее, я так и вовсе отказываюсь играть в игры, которые либо выглядят откровенно устаревшими, либо видно, что все это делалось за 3 копейки на коленке. Особенно это касается ММО и РПГ, в которых игроки проводят десятки тысяч часов, и картинка, на мой взгляд, должна быть соответствующей. Кроме того, непонятно зачем вообще весь этот прогресс и обновление своего ПК, если мы все так же продолжим играть в непонятно как выглядящие проекты. Разумеется, если эта непонятность не обусловлена стилизацией, иными словами, если это так и задумывалось изначально. Об этом, кстати, мы сегодня тоже поговорим. Ну а так, тема нашего сегодняшнего ролика, как вы, наверное, догадались из названия, графика в ММО и РПГ. Вернее, самые графонистые ММО и РПГ, которые только можно найти на рынке. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал Го Харуи, мы начинаем. В свете последних событий, когда становится все сложнее покупать и продавать в цифре, как никогда ранее актуальным будет вопрос, где мне все это делать? Есть ли такое место, где я бы мог без лишней суеты и с выгодой для себя на постоянной основе приобрести или продать все, что необходимо? И правильный ответ? Конечно, есть. Цифровой маркетплейс для геймеров Дивмарк – это площадка, где вы без проблем сможете обзавестись игровыми ключами, софтом, геймпоинтами, игровой валютой, картами пополнения на интересующие вас платформы, найти множество предложений, ориентированных на конкретный продукт. И все это с доступностью в пару кликов и без проблем с оплатой картами для пользователей из РФ. Цифровой маркетплейс для геймеров Дивмарк – предложение на злобу дня, от которого нельзя отказаться. Регистрируйтесь по ссылке в описании и закрепленном комментарии и не забывайте вводить промокод ГОХА. Лишние 10% скидки на самом деле никакие не лишние. Начать хотелось бы по традиции со старожилов. Понятное дело, разработчики прилагают максимальное усилие для того, чтобы их проекты, которым зачастую уже немало лет, но которые все еще пользуются популярностью, соответствовали духу времени. Однако сделать это не так уж и просто. Коду порой столько лет, что там уже никаких концов не сыщешь. Тем не менее, если вам нужен положительный пример того, как нужно идти в ногу со временем, это безусловно EVE Online. Игра уже давным-давно перестала походить на проект 2003 года выпуска. Более того, разработчики продолжают поддерживать его не только новым контентом, но и регулярными улучшениями визуальной составляющей. Что тут сказать, честь и хвала? EVE Online – непотопляемый пример для подражания многим игроделам. Ну и раз уж заговорили про древности, было бы неправильным не упомянуть про Айон. Эта MMORPG, на мой взгляд, в свое время произвела настоящий фурор на рынке, и не в последнюю очередь ввиду своей выдающейся визуальной составляющей. До этого, если мне не изменяет память, MMORPG с таким визуалом просто не существовало. Более того, сдается мне, своим визуальным рядом Айон на многие годы вперед определила то, как будут выглядеть MMORPG азиатского толка. Последствия ощущаются до сих пор. К слову, до сих пор же Айон выглядит и играется вполне приемлемо, а это, согласитесь, тоже дорогого стоит. Поэтому да, это, конечно, уже давно не Next Gen, но местечко для Айон в нашем топе мы точно найдем. Несмотря на то, что деньки этой замечательной MMORPG, к сожалению, подошли к концу, не упомянуть ее я тоже не могу. Уж слишком много часов и впечатлений было оставлено в Тере. Причем здесь тоже не в последнюю очередь замешана графика. На момент своего выхода в 2011 году выглядела игра просто мое почтение. Помимо всего прочего, она обладала своим собственным уникальным и запоминающимся визуальным стилем. Если вы хоть раз видели Теру, то уже точно ни с чем другим ее не перепутаете. Очень жаль, что разработчики решили пойти каким-то своим путем, который, к слову, никуда не ведет, вместо того, чтобы дальше развивать тайтл. Спи спокойно, Тера, мы тебя не забудем. Blade & Soul, еще одна MMORPG, которая может похвастаться узнаваемым визуальным стилем, а также регулярными попытками разработчиков его улучшить. Ну и вообще повторить успех. Первое, в общем-то, неудивительно. В состав команды разработчиков входит известный корейский художник Хёнд Ха Ким. И если вы знакомы с его творчеством, руку мастера заметите сразу. При этом, насколько я понимаю, Blade & Soul продолжает получать контентные патчи по сей день и довольно неплохо себя чувствует, несмотря на преклонный возраст. Более того, игра вполне себе доступна в наших широтах с профессиональной локализацией, так что, если по каким-то причинам вы ее пропустили, вероятнее всего, стоит этот пробел восполнить. MMORPG, которая пользуется заслуженной популярностью во всем мире и немного незаслуженно, на мой взгляд, игнорируется у нас. Final Fantasy XIV прошла тяжелый путь, едва не приведшая ее к полнейшему забвению в самом начале и вознесшая на пьедестал одной из самых успешных жанровых игр впоследствии. Все это, разумеется, тоже не могло случиться без узнаваемого и любимыми многими визуального стиля. Конечно, на текущий момент это тоже, скажем прямо, совершенно не Next Gen, однако, насколько мне известно, работы по улучшению графической составляющей ведутся, но самое главное, разработчики любят свою игру и прислушиваются к комьюнити. А в наше время, сами понимаете, это прям дорогого стоит. Еще одна MMORPG, которая не собирается сдаваться. Guild Wars 2 пережила тяжелые времена, не так давно получила долгожданное крупное обновление и по-прежнему остается одной из лучших ММО на рынке. Причем, судя по всему, разработчики в кои-то веки решили взяться за ГВ-2 по-серьезному, в том числе это касается и графической составляющей. Хотя справедливости ради, мир тири и без этого выглядят на сегодняшний день весьма достойно и, что немаловажно, узнаваемо. Если все это дело несколько, скажем так, подтянуть посредством стороннего ПО, получится вообще полнейшая годнота. В общем, легендарное MMORPG и заслуженное место в нашем топе. MMORPG по вселенной древних свитков давно и прочно вошла в сердца геймеров по всему миру. Причем, узнаваемый визуальный стиль это то необходимое, чем она в обязательном порядке должна была обзавестись, поскольку, сами понимаете, нужно было соответствовать. Ну вот она, собственно, и соответствует. При этом, соответствие прослеживается и в плане всевозможных модификаций, которых можно понавешать на игру. Более того, без некоторых из них играть будет и вовсе проблематично. Найдется кое-что и для улучшения визуальной составляющей. Однако даже без этого всего выглядят ТСО вполне себе достойно даже на сегодняшний день. Хотя не исключено, что вам все же придется чем-то пожертвовать ради лишних пар и тройки фпс. Аркейдж в наших широтах в особых представлениях не нуждается. Игра уже не первый год удерживает внимание огромного количества игроков, которые любят качественно организованное пвп разных форматов. Тем не менее, с точки зрения графической составляющей, здесь тоже все довольно неплохо. На момент своего выхода в 2013 году она, можно сказать, вообще была эталонной. Со временем этот лоск несколько потускнел, однако периодически разработчики занимаются полировкой проекта, так что он все еще очень даже годен к употреблению. И если где-нибудь на горизонте замаячит очередной фреш-старт, очень даже рекомендую залететь. Кайфанете знатно. Альбион Онлайн это ярчайший представитель удачно произведенной стилизации, о которой я упоминал в начале ролика. Да, безусловно, язык не повернется назвать графику Альбиона какой-то сынок сшибательный. Тем не менее, тут тоже, единожды увидев, вы точно никогда ее ни с чем не перепутаете. Более того, при этом даже получите некоторое эстетическое наслаждение. А все потому, что именно так это и задумывалось. То есть, вместо упора на реализм и мелкие детали, разработчики предлагают нам некий компромисс в виде своего собственного представления о мироустройстве и визуальной составляющей виртуального фэнтезийного мира. И это действительно работает. Ну и кроме всего прочего, игра с заветным постоянством получает обновления, которые в том числе касаются и улучшения графической составляющей. Вне зависимости от того, как игроки к ней относятся, с точки зрения графики, Блэс Анлишт получилась весьма годной. В принципе, даже оригинал в этом плане был вполне себе ничего. Но то, что вышло у разработчиков, скажем так, перезагрузки, на мой взгляд, со спокойной душой можно назвать современным решением. Яркое, красочное, а визуально привлекательное, а все это, безусловно, про Блэс Анлишт. А вот что точно не про Блэс Анлишт, так это популярность, которую игра так и не получила. Хотя разработчики раз за разом на это рассчитывают. Более того, насколько мне известно, в скором времени Блэс Анлишт вообще перестанет поддерживаться на консолях и останется исключительно ПК-версия. Да, что-то в этом мире остается по-настоящему неизменным. Mortal Online 2. Весьма нишевый и хардкорный проект от Starwild, который не получил и, вероятнее всего, не получит большой популярности, однако при этом получил и еще получит весьма недурственную и современную графику. Да, разработчики на текущий момент заняты переводом игры на преснопамятный Unreal Engine 5. Хотя, давайте будем честны, Mortal Online 2 и так выглядит очень и очень хорошо. К слову, у разработчиков на старте была возможность сделать свой проект более популярным, однако, на мой взгляд, они к этому оказались не готовы от слова совсем. При этом, как мне кажется, особенно по этому поводу никто не переживает. Mortal Online всегда была игрой для нескольких сотен человек, что, впрочем, не означает, что с ней не нужно ознакомиться, особенно в такой красивой обертке. Несмотря на, казалось бы, полнейшую ненужность внимания к подобного рода деталям, изометрическая фэнтезийная MMO-RPG Lost Ark этими самыми деталями обзавелась. Думаю, вы согласитесь, что для проектов с изометрическим видом не свойственна подобная проработка и детализация, тем не менее Lost Ark может ими похвастаться. Да и вообще, с точки зрения графонии, здесь, что называется, комар носа не подточит. Красиво, современно, детализировано, стильно, насыщенно. Короче, по визуалу Lost Ark, на мой взгляд, способна заткнуть за пояс большинство других, более ортодоксальных в этом плане MMO-RPG. И не только по визуалу, здесь, в принципе, всё хорошо, как по контенту, так и по отношению разработчиков к своему проекту и комьюнити. Если подыскиваете себе хорошечную MMO-RPG без особых обязательств, Lost Ark определённо подойдёт. Бессменный участник наших топов – MMO-RPG Black Desert от Perlabis. Графика этой игры стала её же своеобразной визитной карточкой. Если вы хотите залипательных пейзажей, потрясающего визуала, детально выполненных моделей и анимаций, вам определённо не стоит пропускать BDO, как называют её в наших широтах. С момента своего выхода в 2014 году Black Desert ничуть не постарела, даже без учёта произведённого ремастера, с которым не каждый ПК справится. Всё также наполняется контентом и может похвастаться постоянно заполненными серверами. И, что немаловажно, без каких-либо особых проблем обслуживается в наших широтах, поскольку уже давно обзавелась качественной локализацией от самих разработчиков. Ну и, конечно же, я не мог пройти мимо относительного новичка из мира MMO-RPG New World от Amazon. Да, у игры был, скажем прямо, не самый удачный старт, однако на текущий момент она без сомнений является одной из лучших MMO на рынке, с хорошим онлайном и контентом, которого должно хватить всерьёз и надолго. В отличие от того, что мы могли видеть год назад. Что же касается графической составляющей, то, на мой взгляд, она тоже не подкачала. Движок собственного производства, вкупы с выдающимся звуковым сопровождением и оригинальным миром создают то, что в играх принято называть атмосферой. И с этим делом у NV точно полный порядок. На текущий момент в игре происходит так называемый фреш-старт, организованное энное количество серверов без возможности трансфера, на которых можно всё начать сначала. Сам я играю на сервере Красус в составе гильдии Кефир, так что если вдруг решите ворваться, то, как говорится, не проходите мимо. Делать подобного рода топы занятие неблагодарное. Наверняка какой-нибудь из заслуживающих внимания проектов нет-нет, да и пропустишь. Я это прекрасно осознаю, поэтому призываю всех возмущённых некомпетентностью ведущего, позволившего себе наглость иметь собственное мнение, сообщить об этом в комментариях. Там заодно и посудачим. Но прошу учитывать, что речь здесь идёт об уже существующих или существовавших MMORPG, а не о том, чего мы, возможно, вообще никогда не увидим. И да-да, вы понимаете, о чём я. Как всегда, не забываем традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если ещё не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Ещё услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok